Привет, друзья! Сегодня поделюсь с вами рецептом очень вкусных кальмаров в сметанном соусе. Это отличная идея быстрого, вкусного, а главное, простого в приготовлении ужина для всей семьи. Для приготовления нам понадобится кальмар 500 грамм. Их необходимо хорошо помыть и очистить от всех пленочек и внутренностей. Это я уже сделала, чтобы не занимать ваше время. После чего подготовленные тушки кальмара опускаем в кипящую воду на 1 минуту. Погрузили кальмар в кипяток и с момента закипания воды засекаем 1 минуту. После чего вынимаем кальмар и промываем под холодной водой. А лучше опустить его в емкость с ледяной водой и оставить на некоторое время. У меня на канале есть подробное видео о том, как правильно почистить и подготовить кальмар к дальнейшему приготовлению, чтобы он остался нежным. Пока остывает наш кальмар, подготовим остальные ингредиенты. Одну среднюю луковицу нарезаем мелким кубиком или полукольцами. Это уже на ваше усмотрение. Я буду нарезать лук двумя способами. Одну половинку лука я нарежу мелким кубиком, как на поджарку, а вторую половинку нарежу перьями. Когда подготовили лук, в разогретую сковороду вливаем пару столовых ложек растительного масла без запаха. Выкладываем лук и обжариваем его, периодически помешивая на среднем огне до прозрачности. Пока обжаривается наш лук, займемся морковкой. Одну среднюю морковь необходимо натереть на крупной терке. Если по какой-то причине вы не любите морковь, то ее можно попросту не добавлять. Без нее тоже получается очень вкусно, но с морковкой мне нравится больше. Морковь натерли, теперь займемся кальмаром. Отваренный остывший кальмар необходимо нарезать кольцами или соломкой. Это уже на ваше усмотрение, как вам больше нравится. Кальмар нарезаем весь целиком вместе с половниками. Я нарежу его кольцами. Пока мы подготавливали оставшиеся ингредиенты, наш лук уже хорошо обжарился. Выкладываем морковь и жарим овощи вместе, периодически помешивая до готовности моркови. При необходимости добавляем еще пару столовых ложек растительного масла. Прошло 3 минуты, овощи полностью готовы. Выкладываем подготовленный кальмар, добавляем 200 грамм сметаны. Сметана может быть любой жирности, у меня 20%. Затем кладем 1 столовую ложку муки. Вливаем 100 мл кипятка и хорошо все перемешиваем. Затем солим и перчим по вкусу. Еще раз хорошо все перемешиваем. И если вам кажется, что подлива получается довольно густая, то можно добавить еще некое количество воды. Густоту регулируйте на свое усмотрение. У меня в данном рецепте на данное количество ингредиентов всегда уходит 150 мл горячей воды. После того, как содержимое сковороды вскипело, засекаем 1 минуту. И после этого снимаем сковороду с огня. Посыпаем мелко рубленным укропом и можно звать всех к столу. Наш вкусный простой ужин готов. Кальмары, приготовленные таким способом, получаются невероятно нежные и вкусные. Подойдут к любому гарниру. Картофельному пюре, рису, макаронам, спагетти или как самостоятельное блюдо. А самое главное, что готовятся они за считанные минут. И придутся по вкусам абсолютно всем членам семьи. Приготовьте вы вкусные нежные кальмары в сметанном соусе. Порадуйте себя и своих близких. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения. И жду вас вновь на своем канале. Готовьте с любовью и не бойтесь экспериментировать на своей кухне. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok